Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Вчера стартовал фестиваль «Дыхание Байкала». Вы параллельно прослушивали вокалистов в молодежную программу Большого Театра России. Какие у вас критерии и как вам иркутские солисты? Уровень певцов высокий. Я бы даже так сказал. Не певцов, а уровень голосов высокий, природных инструментов. С точки зрения умения проблем больше. Техники, стиля, языков, других навыков, понимания, о чем вы поедете. Тут много проблем. А голоса очень красивые. Не все нам подходят, потому что просто большинство из них ребята уже достаточно взрослые. А мы набираем молодежь до 30 лет. Но, тем не менее, несколько интересных ребят есть. И, несомненно, перспективных. Кому-то надо просто еще немножко поработать, подтянуться. Вот вы преподавали во всем мире, наверное, не хватит нашего интервью, чтобы перечислить все места, где вы работали. И вы говорили такую фразу, что за рубежом из 15 студентов 5 талантливых, если я не ошибаюсь, 10 средних. А у нас в России из 15 студентов 12 талантливых, 3 средних. Почему так? В чем секрет российской школы или российской природы? Может быть, я немножко преувеличил, конечно, но такое соотношение действительно есть в нашу пользу. У нас народ очень талантливый. И многонациональная страна, что привносит краски какие-то особые. И тем более все-таки все говорят по-русски. Даже люди из других стран, бывших республик, СССР, все-таки еще это не ушло. И бывают даже забавные случаи, как, например, одна наша певица из Армении очень плохо говорила по-русски, когда мы ее позвали. Но когда через несколько месяцев она приехала и начала сезон, она говорила по-русски, как мы с вами. Она все лето провела со своим братом родным, который хорошо говорил по-русски, и довела себя до такого состояния, что ей не скажешь, что она иностранка. Ну, маленький такой, еле слышный акцент есть. Но я когда приезжаю в некоторые русские регионы, там такой акцент, такой диалект, что бывает труднее его исправить, чем акцент иностранный. А сколько вам нужно времени, чтобы понять, талантлив ли вокалист? Сразу это видно вообще? Ну, если это очень большой талант и такой, как бы уже отчасти созревший талант, сделанный, ограненный, то, конечно, сразу мы понимаем. Но бывает так, что человек на прослушивании не очень быстро и не сразу проявляет свои качества. Так бывает, что мы берем человека с большим внутренним сомнением и даже на какой-то пробный срок, а потом в течение года, а может быть даже лет, вдруг он вырастает в очень интересного певца. Можно ли с нуля научить петь? Может быть не так, как Плассида Доминго или Повороте, но хотя бы какие-то оперные партии, чтобы человек исполнял. Ну, на заре моей туманной юности, когда я начинал педагогическую карьеру, вот мой первый студент официальный был человек практически с улицы. Он не хотел быть певцом, он хотел быть драматическим артистом, но у него была специфическая внешность, рост неподходящий, его никуда не взяли. И он по дополнительному набору пришел в Гнесинское училище знаменитое, где я начал преподавать. Вот. И, ну, что-то он там какие-то жалкие звуки издавал, а у меня не было другого выхода, я был молодой педагог, мне нужно было доказать, что это я. И я сделал невозможное, бегал с ним едва ли не с палкой, загонял его в класс, и это было очень смешно, и он был первый российский певец, с которого взяли молодежную программу «Метрополитен опера» в Нью-Йорке. А «Метрополитен опера» в Нью-Йорке – это как бы флагман оперного искусства в мире. Что там скрывать? Вот такая история. И последний вопрос, думаю, интересно будет всем киноманам. Вы консультировали фильм Павла Лунгина. Да. «Дама пик». «Дама пик», да. Расскажите вот о работе с таким, не побоюсь этого слова, классиком современного русского кинематографа, и вот в чем заключалась ваша задача на съемках? Ну, это опыт был очень интересный. И Лунгин вообще такой человек, его талант, вот он заходил ко мне в студию, и знаете, если у меня есть, конечно, талант, я надеюсь, что он у меня есть, он как-то умножался. Вот он вставал со мной, предположим, он там был какой-то цифрой, и между нами был уже знаком умножение. Вот его присутствие необыкновенно меня вдохновляло. И он умеет быть открытым, он умеет быть ребенком, он безумно любит артистов, и тема его это как-то, в общем, задела. Наш театральный инструментарий разный, но тем не менее, он полезен, полезно знать его вот этим двум совершенно разным сферам. Драматический театр, кино, драматические артисты, естественно, были в основном, не киноартисты, и опера. И было любопытно наблюдать, как они иногда терялись. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, желаем вам удачи в вашей дальнейшей творческой деятельности, спасибо, что посетили Иркутск. Я был очень рад, особенно в столь солнечные дни, для меня, живущего в Москве, где такой холод собачий в эти дни.